Иван Громов Чемпионы в партных боях Железный Волк и Саня Панков не заставляют себя дважды упрашивать. Но Громов и Лешин внезапно нападают на еще не успевших подняться на ринг Волка и Панкова. У Громов и Щукин тоже влетают на ринг. Наверное, они пришли на помощь Волку и Панкову. Но что это? По-моему, Щукин просто в шоке от действий своего напарника. Иван Громов Иван Громов Иван Громов Иван Громов Иван Громов Лешин Но это не единственный матч, который она назначила в начале последней опасной зоны. Иван Громов 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 что оно назначает ему матч против вот этого красного монстра Флекса Блудберга. И, как вы видели, Вася Штырь, он был просто в шоке, когда узнал об этом. У него просто не нашлось слов сразу, чтобы выразить все свое возмущение и стук в связи с этим предстоящим матчем. А вот, собственно говоря, и сам Флекс Блудберг, который наконец-то оправился от травмы плеча, которую он получил в матче с Вулканом. Да, и вот уже больше года, по-моему, мы не видели Флекса Блудберга, выходящего на ринг НФР, а ведь очень большой, богатый и яркий опыт выступлений у этого борца в период с конца 2004-го по середину 2008-го года, когда и случилась эта неприятная травма в матче за пояс чемпиона НФР. Ну, мы, безусловно, рады этому возвращению. А вот кто действительно не рад возвращению Флекса, так это Вася Штырь. Бублика дружно приветствует Флекса. Но, наконец-то, Вася Штырь все-таки соизволил оказаться на ринге. Не, реальные пацаны не отступают, несмотря ни на что. Несмотря ни на что совершенно. Нет! 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 О, посмотрите-ка, Вася Штырь попытался атаковать Флекса. Единственное, чем это закончилось ударом в челюсть, который получил Вася. Так, ну и теперь захват за талию применяется Флекс Блудберг. Вася Штырь быстро ускользает промеж ног. Ну, понятно, что здесь реверс и плечевой блок от Флекса Блудберга. Честно говоря, пока что... Вася даже, можно сказать, превосходит мои ожидания. Я даже не думал, что он сможет так активно противостоять сам в начале матча. Да, снова неудавшийся локап. Блок от Флекса Блудберга. Вася Штырь пытается изо всех сил сопротивляться. Но руки заблокированы. Обливает одну руку вокруг челюсти Васи Штыря Флекс. И да, конечно же, Раскрут вообще-то подразумевалось, что Флекса сделает ему кровь злой. После этого, ну, видите, Вася резво перепрыгивает. Пытался сделать удержание посредством Сансет Флипа. Но нет, конечно же, Флекса заблокировал и эту попытку. И теперь пытается вытрясти всю душу из бедного Васи Штыря. Посмотрите, Вася Штырь успешно делает контур-атаку. Ай-яй-яй-яй-яй! Посмотрите, как я первый раз вижу такой блок этого коронного ножного тычка Васи Штыря. Такой у Флекс просто издевается над Васей. Ой-ой-ой! Удар по внутренней бедренной мышце. И бедный Вася опять оказывается за рингом. И посмотрите, как ему больно. Вы заметили, как долго Флекс Бутберг вот этот ювелирно выверял это туда, чтобы не было дисквалификации, а вот именно попасть как нужно. Я говорю, он просто издевался. Вася Штырь выглядит абсолютно потерянным сейчас. Флекс возвращает его на ринг. Ну, пока что самая успешная история у Васи Штыря, это был тычок в глаза, после которого и была короткая контратака. А вот теперь Флекс снова блокирует еще один копнический кик. Точнее, его попытку. Ааа, Флекс вспоминает, каким он раньше был. Да, проще говоря, у Флекса начинает ехать крыша. Так-так, Флекс уже в третий раз разбегается. Ну что ж, это креативно. Да. Только зачем было для этого разбегаться, не совсем понятно. Несмотря на более чем годовое отсутствие на ринге, Флекс абсолютно не потерял в своей комплекте. По-моему, стал еще даже больше. Да и арсенал приемов у него как-то изменился, что нельзя не отметить в положительной стороне. Ну, коллега, на самом деле матч идет всего лишь на четвертую минуту. Я пока что не увидел ничего нового, кроме вот этого наступа на солнечное сплетение. Поэтому вы уж так не делайте скоросбелых выводов, что у него прибавился арсенал приемов. Пока все то же самое. Но, конечно, силовое преимущество чувствуется в полной мере. И вот только таким способом. Смотрите, второй тычок по глаза, сквозь прорези в маске для глаз, снова применяет Вася штырь. И смотрите, прыжок с угла. Да, Вася сбивает его всей массой своего тела, но Флекс тут же реверсирует. И только близость нижнего каната спасает Васю штыря от немедленного поражения, от удержания на лопатках. Флекс продолжает медленно и методично добивать Васю штыря. Вася, по-моему, до сих пор в себя прийти не может. Он вообще не понимает, что надо делать. Вася, очнись! И... Спиналон! И Флекс, похоже, не собирается отпускать штыря. Судья спрашивает, может ли Вася штырь сопротивляться дальше, но нет. Ответом ему был жест, что Вася штырь сдается. Матч практически в одни ворота мы с вами видели. Камня на камне не отставил Флекс Глудберг от Васи штыря. Я, честно говоря, о чем-то таком я догадывался, когда узнал соперника штыря на этом. Да, вот уж Вика Каменцева уела, так уела. Я говорю про Васю штыря, естественно. Вася штырь стоит за ринге после матча в полной растерянности, но почему-то не торопится уходить. Так. Матчиша, пожалуйста. Нет. Фляд, да вообще мужи, конечно. Нет, не ожидал я. Ты прям, я так раскатал по лимбургу. Реально. Молодец. Вот таких я уважаю реально. Давайте поаплодиму, Флексу блога. Смотрите, Вася штырь достойно встречает свое поражение. Да еще какая-то достойная. Да, ну я реально, пацанала, глухая, что я уважаю. Ну, ладно. Тут дело такое есть. Понимаешь, я тебя уважаю. А знаешь, что я тебя не уважаю? Ну, помнишь, со мной так только одел чмеленок и в руках пряка, ну, не важно. То есть сейчас только масочку одел, да? Знаешь, что сказал? Да что, лучший борец маски. Прикинь. А знаешь, что он тебе, Англета, говорил? Что ты здесь в клубе? Дерьмо. Ты не везешь. Ты не везешь. Что такое? Так, как Вася только осмелся озвучить это. Хорошо, я еще предлагаю. Вот я, например, реальный пацан, а ты вообще реальный монстр. Динозавр просто. Вот давай мы месячек пойдем туда, с улицы этого чманенка. А, 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 ну, тузик! А, а, как, блядь, смотришь, так? Покажи ему его место. Он тебя скорбил, наебал, тебе нельзя это, нельзя это просто так оставлять. Давай, ест. Просто легко его пополам куча. По-моему, Вася Штырь чисто конкретно натравливает Флекса Блудберга на своего давнего противника Лопатку. Как ты говоришь его имя-то? Лопатка Константин. Как по протоколу. Константин Лопатка. Не, не, не. Есть Лопатка. Лопатка. А что, и с того? Дорогие друзья, у Флекса есть чувство юмора. Браво, Флекс! Не реально видеть и длинное, как это. Флекс согласен, по-моему, Флекс согласен. Вы можете представить, Вася Штырь уговорил Флексом вместе с ним пойти и отмутузить Константина Лопатку. Флекс согласен! Да, конечно, интересно узнать, чем все это закончится. А сейчас нас ожидает матч, о котором мы говорили в начале нашего сегодняшнего выпуска. А именно, Громов и Лешин против Угрюмова и Щукина. Да, не менее интересная ситуация. Мы видели, как Угрюмов и Щукин ворвались на ринг сразу после того, как Громов и Лешин атаковали вызванных ими же самими на бой чемпионов в парных боях Саню Панкова и Железного Волка. Громов и Лешин немедленно ретировались с ринга, но Угрюмов тут же атаковал стулом, вырубив сначала Железного Волка, а потом и Саню Панкова. Чем он был мотивирован, мне лично непонятно. Но, тем не менее, они все-таки завоевали себе новую возможность снова побороться за место первых претендентов на чемпионские пояса в парных боях. Ваня Громов, как всегда, своя коронная серия мощнейших плечевых блоков, но вырывается Угрюмов. Снова запуск, снова реверс. Так, и теперь Угрюмов делает ошибку. Ваня Громов его подлавливает и отправляет за ринг в знак своего превосходства. Смотрите, так вот отседлал прыжком с ринга сейчас Лешин Угрюмов. Но Лешин, как известно, это грубая физическая сила, которая не всегда находит точное применение. Поэтому вот сейчас мы видим такое силовое доминирование при полном отсутствии должной техники. А вот теперь Громов получает биг-бут как бы в отмеску за напарника от Алексея Щукина. Дорогие друзья, напомним, что этот чемпионат проходит в родном городе Ивана Громова и Олега Лешина, в городе Домодедово. Так что родные стены им в помощь. И при этом ползала скандирует Щукина и Угрюмов периодически. Ну, и кстати говоря, это является просто таким, по-моему, объективным подтверждением, что вот эта вновь недавно совсем созданная команда в лице Щукина и Угрюмова действительно показала очень, проявила себя очень достойно в своем последнем матче против, кстати, все тех же Волка и Панкова. Боковой слэм от Щукина. Но тут как тут Олег Лешин разбивает это удержание и спасается его напарника от поражения. Да, интересный матч. Настоящие ветераны и самые длительные чемпионы в партных боях Громов и Лешин против набирающих, против стремительно набирающих опыт и напористость Угрюмова и Щукина. Обоих, кстати, зовут Алексеями. Да, как вот мы недавно выяснили, все-таки Угрюмов это была фамилия. Все думали, гадали, что же это такое фамилия. Может быть, даже очень. И вот, наконец, в бой легально входит Олег Лешин. Наш абсолютно флегматичный человек. Вот таким вот флегматичным полу-джемом, полуапперкотом сносит он Щукина. Эмоции Угрюмова, как всегда, перехлестывают через край. Так он болеет за Алексея Щукина, который блокирует попытку клоузлайна. Но, к сожалению, Лешин тут же отвечает локтем. И передний слэм, и выход на удержание. Зрители требуют «давай еще раз!» По-моему, Угрюмов только что сам в себя вписал в матч. Хлопнув Щукина по плечу. Но смотрите, как быстро теперь ориентируется Лешин. Не успел Угрюмов замахнуться ему навстречу, как тут же получил удар локтем сверху вниз. Так, каждый-каждый тут не хочет стоять в стороне. Сейчас из-за канадов пытался помочь Иван Дома, Лешину. Который там уже лежал в течение, я думаю, даже более чем трех секунд. Удерживал Угрюмова, но Угрюмов решил подловить Лешина на такой контратаке. И снова подловил Угрюмов Лешина. Вот так вот прямолинейно, вот таким вот честным захватом завалил только что Угрюмов более мощного Лешина. И смотрите, какой красивый выход на удержание. Кувырком назад, правда Лешин тут же вырывается. Отлично! В трыжке удар локтем. Угрюм, конечно, быстрее. Но сил по-прежнему осталось достаточно у Олега Лешина. Вырвался он из этого удержания. Да неужели бомб? Все-таки обратный переброс делает Олег Лешин. И мощнейшим шлагбаумом сносит Угрюмова. Вот, я же говорю, чем дольше длится матч, тем больше публики понимают, так сказать, талантливость Угрюмова и начинают болеть все больше и больше за него. Командная лунная сальто. Иван Громов на удержании. Угрюмов по-прежнему врывается. Щукин поддерживает Угрюмова. Но смотрите, Громов, хотя вот так вот и в лицо, но неожиданно бьет Щукина в челюсть. Но тут же получается супергик от Угрюмова. Который в свою очередь как-то близко подошел к тому углу, где стоял Олег Лешин. И тот до него дотянулся и стал к Тачковским. Но это не помешало ему оказаться в нужном месте. А именно попытаться удержать Громова. Контратака в виде пауэрслэма. Ну что ж, даже могу сказать, что Угрюмов выглядит практически не хуже Ивана Громова в плане, так сказать, умения проводить приемы. И лебединую бомбу мажет сейчас Угрюмов, потому что выпал самый последний момент из-под него Ваня Громов. Так, Угрюмов ползет в свой угол, сменится на более свежего Щукина. То же самое делает Иван Громов. И да, практически одновременно. И теперь это Щукин против Лешина. И Алексей Щукин зажигает. Шлагбаум налево, шлагбаум направо. Одному скуп слэм, другому обратный локтевой блок. Встречали довольны, естественно. Громов тоже не ушел вовремя с ринга, поэтому почувствовал на себе всю застоявшуюся в углу энергетику Алексея Щукина. Но смотрите, Громов и Лешин приходят в себя и... Двойная бомба Щукину. Судья изо всех сил пытается восстановить легитимный ход этого матча. Ваня Громов попутно еще в челюсть дал Угрюмову. Да, вот была небольшая заминка. Это позволило Щукину немного восстановиться. А накрой его Лешин чуть раньше. Возможно, матч уже был бы закончен. Но у Лешина еще много сил. И... Пауэрслэм с плеча. Снова выхода удержания. Ну смотрите, снова Щукин. Снова Щукин держится. Вот она настоящая сибирская стойкость. Ваня Громов просит у Олега право боя. Но посмотрите, Олег не слушает своего партнера по команде. Сам хочет добить Щукина. Коронный смерч ему проводит. Леха, вставай, кричит Угрюмов. И Леха, если не встает, но хотя бы отрывает плечо от ринга. Это значит, что он все еще держится. А Лешин уже, по-моему, просто теряет терпение из-за всего этого. Так, куда он полез? Ой-ой-ой, Лешин! Ты не в своем уме! Его же сейчас дисквалифицируют за посторонний предмет! И его дисквалифицировали, уважаемые коллеги! Да! А это значит, что не только его одного, но и всю его команду! Смотрите, лицо Щукина уже стало терять свой естественный цвет! Так, что это такое? Неужели в самой доминирующей команде на ФР начались разладки и ссоры? Ну, здесь, конечно, целиком и полностью вина на Олеге Лешине. Дважды не передал право боя Иване Громову. Ты еще и палку зачем-то достал. Смотрите, как боролся с собой Иван Громов! Он был так зол на своего напарника, что чуть пыло, сам только что не напал на него! Да, самообладанию Ивана Громова можно только позавидовать! Как он сейчас удержал себе все эмоции и не врезал палкой по своему лучшему другу! Который только что потерял на несколько секунд свою знаменитую флегматичность! И смотрите, как дорого ему это стоило! Да, явный непорядок и разлад наметился между Иваном Громовым и Олегом Лешиным! На последней опасной зоне Вася Штырь получил матч против недавно вернувшегося в Федерацию после травмы Флекса Блудберга! Как и ожидалось многими, Вася Штырь этот матч проиграл! Но это еще не все! После матча Вася Штырь обратился к Флексу Блудбергу, пытаясь вызвать у него антипатию Константину Лопатке, своему давнему сопернику! Есть Лопатка! Лопатка! Начали с того! Флекс после долгих уговоров согласился присоединиться к Васе Штырю, и вот они уже направились за кулисы в поисках Константина Лопатки, как вдруг на ринге появилась генеральный менеджер Вика Каменцева! И она поставила им свои условия! Поэтому сегодня будет второй матч! Ты и свой вновь придет, и нам важен в Флексу Блудберг! Родина Константина Лопатки и Родина Тринцева! Итак, дорогие друзья, вот этот матч 2 на 2 мы увидим с вами сегодня шуточку позже! Вместо того, чтобы подвергать опасности Константина Лопатку, которому вдвоем хотели накостылять Флекс Блудберг и Вася Штырь, Вика Каменцева учредила более честный матч 2 на 2, призыва купив Константина Лопатки и нашего ярославского самородка Рони Кримсона! Но об этом чуть позже! А вот сейчас выходят на ринг участники нашего первого сегодняшнего матча, Фредди Мартелло вы уже могли видеть, и сейчас его оппонент Михаил Вахнеев, который вот уже третий или четвертый месяц выходит на ринг как обычный борец! Ну а пока Михаил Вахнеев выходит на ринг, дорогие друзья, я хочу вам представить своего сегодняшнего гостя, специального комментатора, участника Независимой Федерации Рестлинга Ивана Маркова Локомотива! Здорово, народ! Наконец-то ваш любимый Локомотив не только дерется на ринге Независимой Федерации, но еще и комментирует это потрясающее зрелище под названием Рестлинг! Ну что ж, точнее не скажешь, трудно с этим не согласиться. Ну а пока вернемся к матчу и будем внимательно наблюдать. Вот мы видим, как в самом начале более юркий Фредди Мартелло применяет захват, если можно так выразиться, за талию, которой у Михаила Вахнеева безусловно нет. Ну, вы видите, вот таким вот отталкивающим движением пятой точки Михаил Вахнеев с легкостью освобождается от Фредди Мартелло. Только что мы убедились, что пятая точка Михаила Вахнеева сильнее, чем пятая точка Фредди Мартелло. Ну, можно и так сказать. Хорошо. Так. Ну вот тут можно даже сказать, что аудитория отвлекает Михаила Вахнеева от его прямого дела, от участия в матче. Все дружно скандируют, болея, отдавая свои голоса за Фредди Мартелло, который вот опять-таки оказался сзади. И в этот раз он еще более цепко напрыгнул и держит Михаила Вахнеева. Неким подобием слипера. Да, освобождается Михаил Вахнеев и от этого приема. И смотрите, уверенно переходит в атаку. Промах. Еще один потрясающий спиннинг-хилл-кик от Фредди Мартелло. Он один из самых многообещающих легковесов независимой федерации рестлинга. О да, ну если сам Иван Марков Локомотив сделал комплимент, то да, безусловно, наверное, у этого борца большое будущее. И смотрите, как раз Фредди Мартелло после двойного электропа выходит на удержание. Но нет, конечно, Михаил Вахнеев держится. Я хочу отметить Михаил Сергеевич Вахнеев, человек непростой судьбы, который начинал как генеральный менеджер, а теперь он простой борец. Но посмотрите, где бы он ни был, что бы он ни делал, он все делает хорошо. И вот даже этот матч, даже с таким потрясающим легковесом, как Фредди Мартелло, он не уступает ему в скорости. Честно говоря, я сейчас просто несколько удивлен. Никогда не ожидал от Ивана Маркова Локомотива таких реверансов в сторону, пускай и бывших, но все-таки представителей, скажем так, власти, пускай и в рамках нашей федерации. Для меня всегда Иван Марков Локомотив представлялся как неким таким своего рода бунтаревым, у которого нет никаких авторитетов. Посмотрите, как мощно только что Михаил Вахнеев освободился от Фредди Мартелло. По-моему, Фредди Мартелло так сильно ударился корпусом легкими, а Брин, что он даже потерялся, не может вовремя встать. Да, чем и пользуется, безусловно, Михаил Вахнеев. Еще один удар. А зал все больше и больше на стороне Фредди. Смотрите, что бы ни делал Михаил Вахнеев, зрители дружно скандируют Фредди, Фредди. Вот такие они, любители интернационализма и различных выходцев из Бразилии, наши уважаемые зрители. Кстати, наш сегодняшний чемпионат, как вы помните, проходит в замечательном подмосковном городе Домодедово. А тем временем я убеждаю, что не зря ходил Михаил Вахнеева. Он только что проводил прекрасный залом спины. Вообще-то это больше абдоминальный стретчер, рассчитанный на растяжку боковых косых мышц живота. Но Фредди Мартелло активно сопротивляется и... Боже мой, перекидывает человека, который раза в три, я не побоюсь этого слова, раза в три больше, чем он сам. Да, коллега, вы, как и мой бывший напарник, тоже склонны к преувеличению. Но какой же в три? Конечно, Фредди Мартелло килограмм на 20 может быть и легче. Ооо! Да, вот здесь, смотрите, Вахнеев подлавливает, подлавливает Фредди. Я узнаю Мишу из ВВВ. Это настоящий, ну немножко может быть подбыль, но очень сильный удар. Да, вот теперь ошибка. Фредди Мартелло не собирался лежать и ждать лайк-дропа. И троп-кик, троп-кик. И, по-моему, сейчас будет выход на удержание. И, смотрите, Фредди Мартелло очень поступает гумно, что оттянул Вахнеева поближе к середину ринга. Подальше от каната второе удержание. Уже такое некоторое выражение отчаяния и усталости появляется на лице Фредди Мартелло. Отлично. Да что ж, отлично. Вот это, дорогие друзья, мог похвалить только локомотив. Но как же так можно тычком, незаконным тычком, пальцем в глаз. Вот так только Михаил Вахнеев смог купить себе некоторое время, но это ему не сильно помогло. Потому что вот так вот, с закрученным ударом локтя после сальто, Фредди Мартелло опять приземляет Вахнеева. А зачем, зачем напрягаться? Прыгать как-то в жире. Когда можно просто, просто одним пальцем надавить за глаз и уже перехватить хоть боя. Я думаю, что лучше бы у нас было больше борцов, похожих на таджири, чем вот этих вот непонятно похожих на кого. Вот таких вот псевдотяжеловесов, которые только и вот такими подлинными приемами смогут переводить инициативу в свою сторону. Отлично. Вот это, ну просто это на грани законности анатомический удар. Серия ударов, снова запуск. Михаил Вахнеев никогда не гнался за любовью публики. Он просто хочет побеждать. Я с ним не раз разговаривал по этому поводу. Так, Фредди Мартелло освобождается и сам пытается. Ну, посмотрите. Да, вот здесь Фредди Мартелло то ли действительно не рассчитал свои силы, то ли подустал за, пускай и недолгий, но достаточно интенсивный матч. А посмотрите на майке у Михаила Вахнеева перечеркнутый флаг Бразилии. Ой, вот со второй попытки удается ему вот этот силовой бросок с плеча. И теперь Вахнеев выходит на удержание. Мартелло держится. Мне кажется, судья принцят относится к Михаилу Вахнееву и долго считает. Да, а у Вахнеева, кстати говоря, вот возвращаясь к этому, к этой эмблеме на его футболке, действительно у него входит в привычку носить майки с зачернутым изображением. Двое положение двоих оппонентов, футбольная подача от Вахнеева прямо по ребрам. Раз, два, три и отлично. Не напрягаясь, спокойно побеждает этого выскочка Фредди Мартелло. Да, только вот такие хитрые и незаконные уловки помогли Вахнееву одержать, возможно, даже первую победу в своей недолгой карьере рестлера. Вы забыли Федора Зиновского. А, ну да, конечно. Как я мог забыть это, действительно. Это была более чем выдающаяся победа. И так, дорогие друзья, второй матч 2 на 2. Посмотрите, как Вася Штырь любезно расчищает дорогу на ринг своему напарнику Флексу Блутбергу. Ага. Новая забавная команда. Один с неизменной зубочистой всех гнил и в жабах, второй Бэтмен. Ну, пусть будет Бэтмен. Так, и первый участник их оппонентов, также смешанная команда, хотя почему так же? Вася Штырь и Флекс Блутберг, по-моему, вполне, так сказать, спелись на почве обоюдной неприязни к Лопатке. А вот эта смешанная команда Вика Каменцева поставила в один матч на одну сторону. Жалкая пародия на Майкла Джексона, этот Лопатка. Константина Лопатку и его напарника, многими любимого Ронни Кримсона. Многими любимого, но только не мной. Этот подлый предатель. Я никогда не забуду, как он развалил нашу команду. И посмотрите, привел каких-то детей, они надели майки с его именем. И вот он выходит и купается в этой купленной любви. Коллега, ну почему же вы так сразу видите во всем какой-то подвох? По-моему, так сказать, число болельщиков Ронни Кримсона неизменно возрастает. И уж точно, ну точно не становится меньше. Это уже не первый раз, когда его болельщики надевают майки с инициалами Ронни. Мне вообще, мне смешал этот бой. С одной стороны Бэтмен и Робин, а с другой Ронни Кримсон, этот предатель и петушок. Я буду называть его петушок. Честный бой. Да. Ну ладно, я оставляю это на совести моего сегодняшнего напарника, специального временного комментатора. Напоминаю, это Иван Марков, локомотив. Не стой на пути у локомотива. Да, конечно. Но вернемся к бою. Вот тут вот пока что борцы, так сказать, примериваются друг к другу. Некие такие захваты из ассортимента чейн-рестлинга. Как всегда, Ронни Кримсон начал со своих так называемых танцев. Он пытается работать над рукой Васи Штыря. Да, вот хаммерлок. Вася Штырь вспоминает, что можно выйти вот таким образом из этого приема. И смотрите. Применяет захват головы Ронни Кримсону, который, конечно, не будет долго этого терпеть. А вот это было действительно креативно. Анатомический бросок. Ну, кстати, да, вот сейчас Васи Штырь действительно подловил Ронни Кримсона. Ну и тут же промахнулся и Ронни Кримсон, естественно. Ну, куда ему? Он тоже промахивается. Получает хороший гиптос. И, как всегда, Вася Штырь бьет между лопаток. Все, Вася Штырь почувствовал себя. Может быть, близость флекса Блудберга дает ему почувствовать себя более таким уверенным, опытным борцом. Но его преимущество длится недолго. И вот так вот. Одноногие дробки, которые не Кримсона. Одноногие, но точные. Да, я соглашусь, потому что я сам испытывал его не один раз. Ну и как? Надолго вышибает мозги после получения этого дробкика? Ну, до дробкика я помню, после уже не помню ничего. Так, и вот в бой вступает лопатка, которую передает право боя Ронни Кримсон. Но, смотрите, они некоторое время вдвоем хотят атаковать Вася Штыря. Вот так. Понятно, тактика так называемых хороших борцов. Они работают. Это уже практически сломанная рукой Вася Штыря. Да, по крайней мере, болевой шок явно он сейчас испытывает. И вот, наконец, новый напарник Вася Штыря, Флекс Блутберг. Пускай и не в отведенное для него время, но выходит на ринг, чтобы как-то помочь своему напарнику. Но он же Бэтмен, он должен спасать. Значит, все-таки Флекс Блутберг – это человек с моральными принципами. И, ой-ой-ой, что-то опасное грядет для Вася Штыря. Кстати, уважаемый Иван Марков, локомотив, как называется этот прием? Если бы, если бы я знал. Да, вот у нас часто борцы что-то такое выдумают, что даже названия этому еще пока нет. Я его зову Павел Драйвер с плеч. Лопатка дразнит Флекса Блутберга, но Вася Штырь сзади прерывает вот эти его издевательства. Лопатка, как всегда, переоценил, переоценил свои силы. Так, а вот здесь, по-моему, лопатка уже, да, переходит к удержанию. Вася Штырь вырывается. Посмотрите, зрители на стороне лопатки у нас сегодня. А нас зрители часто любят вот таких вот разобрашенных клоунов с крестиком на груди. Кстати говоря, вот сейчас очень сложно сработали Флекс Блутберг и Вася Штырь. Конечно, незаконная была помощь Флекса Блутберга со стороны Флекса Блутберга в виде вот этого удара коленом из-за каната. Ну что, что сделано, то сделано. Матч продолжается. Вот выходит Флекс Блутберг. Я напомню его бывшее прозвище – машина смерти. И каждый раз на ринге он доказывает, что это не просто так. Да, было время, когда Локомотив и Флекс Блутберг были в одной команде. И более того, они даже были какое-то время чемпионами Федерации в парных боях. В далеком, по-моему, 2006 году. Опять двойная работа. Неким подобием сплэша Вася Штырь припечатывает лопатку и выходит на удержание. Но, кстати, больше пока в матче работает Вася Штырь и неплохо справляется. Хотя, конечно, повторюсь, если бы на его стороне не было Флекса Блутберга, возможно, картина была бы совсем иная. Да-да, это не новость, что Ронни Кримсон любит похалявить в парных боях. Я сам был с ним в команде. И я знаю, что всю работу приходится делать с его напарником. Ну, а он же, он только стоит и хлопает за ганатами. Локомотив, кто же в нашей стране не любит похалявить? Ну, тоже мне сделали открытие. Ой, ой, жестко разбитое хозяйство коленом. Посмотрите, как колбасит лопатку. По-моему, в нем пропали задатки проект танцора. У кого? В лопатке? Да. Видите, как он крутился на ринге? А, ну да. Неплохо. Так, и смотрите, лопатка не только пришел в себя, но, по-моему, и разослился. СТО называется этот прием, я знаю. Да, СТО, Флекс Блутберг разозлен, а разозлили его вот эти вот щипки за грудь от Константина Лопатки. О, инфигири! Отлично, дорогие друзья! Ну что ж, команда Лопатки и Ронни Кримсона как-то добирает обороты, только вот, по-моему, Вася Штырь подумал именно точно так же, и поэтому решил освободиться на время от стоящего в углу Ронни Кримсона. Вася Штырь выжидает и проводит свой крутящийся локоть. Да, Лопатка был настолько потерян, что даже хотел сначала идти в противоположный угол, во вражеский угол, но, понявши свою ошибку, обернулся назад, получил летящий локоть от Васи Штыря, и Вася Штырь выходит на полевой. По-моему, бостонский полукраб это называется. Но Ронни Кримсон спасает, спасает своего напарника по команде Лопатку. Да, все могло кончиться прямо здесь, но, конечно, вряд ли можно было ожидать, что Ронни Кримсон будет вот так стоять и спокойно наблюдать. Тем более он уже видел, что и Флекс Блудберг, помогая Васе Штырю, не всегда выходит на ринг в положенное время. Вася Штырь и Флекс Блудберг договорились о чем-то. Флекс запускает Штыря, тот врезается локтем в Лопатку, и Штырь просто не выдерживает веса машины смерти. По-моему, Лопатка не может прийти в себя, и сейчас будет еще одна попытка. Флекс все-таки хочет исполнить задуманное. Итак, ну, как говорится, то, что не получилось сначала, почему она должна получиться потом? Да, по-моему, Флекс погорячился, когда согласился быть командным партнером такого слабака, как Васе Штырь, который даже не может выдержать вес Флекс Блудберга. Флекс Блудберг, тем не менее, в одиночку завершил атаку. Но смотрите, Васе Штырь хочет урвать себе все лавры победы! И, по-моему, Флексу Блудбергу не очень-то это и нравится. Прямых разборок пока не доходит, но, кстати говоря, судья четко следит за матчем. Он знает, что сейчас легальный это Флекс Блудберг. А не Вася Штырь! Прекрасный бэкдроп. Кстати, Вася Штырь, он по жизни привык все себе вырывать. Что мобильные телефоны, что лавры, ему нет никакой разницы. Ой-ой-ой! Смотрите, Лопатка только вырвался, оказался на Флексе Блудберге. Флекс Блудберг вырвался, оказался на Лопатке. По-моему, они уже сами не совсем понимают, что с ними происходит. Видно, что Флекс устал. Вот именно из-за его плохой выносливости мы проиграли тогда. Пойса в парных боях. Так, Флекс Блудберг закрутил руку Лопатки вокруг шеи, раскручивает и встречает ударом колено под их. Лопатка просто складывается пополам, и, по-моему, у него не остается никаких сил и воздуха в легких, чтобы продолжать борьбу. Флекс Блудберг передает инициативу Васе Штырю, который запускает Лопатку, тот реверсирует. Да, Лопатка восстановился, а по-моему, и Клоузлай. Да, вот так, с одинаковыми мыслями, оба набирают инерцию, и каждый получает всю мощь аналогичного удара от своего противника. Васе Штырь меняется на Флекса, Лопатка меняется на Кримсона, и Кримсон со свежими силами. Смотрите, направо и налево, и более того, СТО-Ди-Ди-Ти от Кримсона. Да, вот это вот удачно у него получилось, смотрите-ка. Досталось сразу обоим, и, по-моему, Флексу даже несколько больше, но, несмотря ни на что, он реверсирует. Ярославский самородок проводит Торнадо Ди-Ди-Ти. Ну что ж, Кримсон-то все-таки, наконец, сказал свое веское слово в этом матче. Это излюбленная тактика Роник Кримсона. Стоять весь матч и в самом конце во всей своей красе выйти. И там за две минуты уложить своих соперников. Но это же тоже надо уметь в критический момент вот так поменять ход матча. Или хотя бы не поменять, а закрепить успех, если он достигнут до этого. И вот, кстати говоря, сейчас Роник Кримсон абсолютно самоотверженно, не жалея себя, прыгает за ринг на обоих своих противников. Да, Роник Кримсон славится своими красивыми аутсайдерами. И так, смотрите, теперь, по-моему, Флекс не может подняться. И так, они хотят провести какой-то командный прием. Да, имеют на это полное право, пока судья не успевает никого дисквалифицировать. Судья отсчитывает. Да, кто-то из них, конечно, скоро должен покинуть ринг. Клоузлайн от нападки и Тайбосо от Роник Кримсона. Тайбосо в переводе «Жар для боулинга». О-о-о, отлично! Итак, атака на этом, по-моему, не останавливается. А вот знаменитая серия с танцами от нападки. Удар между ног. Да, вот это действительно больно. И смотрите, неужели все? Я думал, что прямо он так и кончится. Смотрите, Флекс до сих пор не может оправиться от болевого шока. Ему на помощь приходит Вася Штырь. Но и его лопатка подлавливает. Коронный прием лопатки. Раз, два. Все-таки Вася Штырь находит в себе силы вырваться после такого стежа. Вася Штырь лежа на автомате. Снизу вверх атакует промеж ног лопатку. И смотрите, два товарища по несчастью смотрят друг другу в глаза. Но Флекс Блундберг ориентируется первый. Вася Штырь выходит на скручивание. И бой на этом окончен. Ну, как всегда, хорошая командная работа приводит к хорошим результатам. Да, дорогие друзья, и на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Напоминаем, что с вами была независимая федерация рестлинга. А также специальный гость-комментатор Иван Марков-Локомотив. А вскоре и чемпион. Да, возможно, увидимся на следующей неделе. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА